С родственниками, которые на Украине, остались же вас там, двоюродные, краюродные. Да, да, у меня там остался двоюродный брат, двоюродные сестры. С сестрами мы сейчас не общаемся, с братом мы общаемся. Общаемся тоже сложно. Вот мы переписываемся. Потом у нас доходит, как бы, переписка доходит до точки кипения. Вот, и мы перестаем общаться. Вот, чтобы не перейти на личности и не сказать, ты дурак, нет, сам дурак. Потому что, в принципе, к этому все идет. Вообще, как бы, сейчас, мне кажется, сейчас такое время. Что сейчас конфликты быстро очень доходят до этой точки, на самом деле. К сожалению, да. То есть сейчас люди, как сказать, мыслят, уже не дают себе, как сказать, не дают себе труда, наверное. И вообще, мне кажется, сейчас человечество куда-то вообще откатилось в какую-то, в Мезозойскую, вообще ближе туда, какую-то эпоху, когда взял вот камень или взял дубину и пошел. И, в принципе, как сказать, ну, как бы, что нашел, то и твое. И, как сказать, мне кажется, немножко, правда, это вот я тоже где-то недавно услышала, прочитала, что вообще все достижения культуры, как-то они вообще, вот этот вот всплеск, ренессанс и все, они немножко куда-то вообще сейчас, как будто бы человечество сейчас скатывается с какой-то горы, знаете, шли и шли в гору, потом через вершину перешли, резко покатились с горы немножко. Вот такое вот ощущение, что сейчас нельзя-нельзя, но если очень хочется, то можно, что вот к этому... То есть изменились вообще, да, вот эти все ограничители, они снесены сейчас уже. Снесены, да. Серьезно говорят про ядерную войну, уже рассуждают. Да, и это уже говорят. Вы же помните, как в советское время было, что лишь бы не было... Вообще никто не допускал, что будет. Знаете, я помню, когда я была маленькая, сколько мне было, у нас был сад во дворе, вот, и мы туда вечером дети перелезали через забор и любили там сидеть на верандах, что-то играть как-то. И тогда было время, когда еще дети гуляли сами на улице. Вот, я помню, что мы вечерами там большой дворовой кам... Ватагой там мы собирались, что-то такое. И я помню, когда умер Брежнев, я помню, что мы сидели, обнявшись с моими подружками, как раз-таки со Светой, с Наташей, и мы плакали, дети. Нам было лет, я не знаю, сколько лет, семь, наверное, было. Вот. И мы плакали, обнявшись, думали, что может начаться война.